Ну что, дорогие мои выпускники, вы стали взрослыми, выходите во взрослую жизнь, стоите на ступеньке выбора. Выбор зависит только от вас. Я желаю вам, чтобы этот выбор был верным для души, для сердца, ну и чтобы ваши возможности совпадали с желаниями. Поэтому самое важное сейчас — устроиться так, как вы хотите. И тогда ваша жизнь будет просто замечательной. Я вас люблю. Пожелаю себе будущего, чтобы в будущем все сложилось, было бы получено, чтобы люди, которые были вокруг меня, все были счастливы. Я была счастлива, и все было хорошо. 11 лет с ними — это очень серьезно. Это действительно близкие люди стали за это время. Вот, и я выражаю только огромную благодарность и большое спасибо тебе. На самом деле легко на душе. Вот ты забираешь диплом и понимаешь, ну, все, это конец. Ну, не файл. Это конец учебы. И на самом деле легко, но и грустно в один момент с этим же. Потому что школу на 15-17 очень много дала, очень многому научила. Очень прекрасные учителя. И класс очень хороший. Что прошлый класс я в 80-м здании учился, что вот нынешний. Класс очень хороший. Все дружные ребята всегда помогали друг другу. Мероприятие вот как раз-таки получил от Государственной Думы. Сейчас не могу показать, но за ведение различных мероприятий очень приятно. Потому что в школе надо было помогать, и я помогал, чем мог. Учителя, все профессионалы очень много чему научили. Наверное, одна из тех мест, где вот мне реально начала нравиться историей, я начал увлекаться. Ну и в целом, да, как-то так. Эти 11 лет были для меня тяжелым, мучительным испытанием, но я рада, я очень рада, что оно купилось. И теперь у меня есть этот прекрасный документ о среднем общем образовании. Спасибо большое, мои дорогие учителя, которые у меня были за все эти годы учебы, что терпели меня. Я знаю, что это было очень непросто. И желаю вам в дальнейшем таких же сил и такого же железного терпения. Я закончила школу с красным аттестатом и золотой медалью. Я хочу сказать спасибо всем педагогам, которые помогали мне добиться этой цели. Хочу сказать спасибо своим родителям, которые поддерживали меня. Друзьям, которые тоже меня поддерживали. Ну и, конечно же, себе, потому что я тоже проделала большую работу. Я обязательно буду скучать по своей школе, буду желать туда вернуться. И я надеюсь, что все педагоги, которые мне преподавали, они будут дальше преподавать с таким же энтузиазмом и таким же вдохновением, какое я почувствовала от них, когда я обучалась. Поэтому надеюсь, что все будет отлично. Себе я, конечно, желаю поступить на желаемое направление. Желаю, чтобы я нашла свое дело в жизни и продолжала добиваться своих целей. Сегодня, 28 июня, я окончила школу 15-17 с серебряной медалью. Я благодарна всем своим учителям за их труд, благодарна своим родителям за их поддержку, за их любовь, за то, что они вложили в меня то, что нужно мне в этой жизни. И еще раз огромное спасибо учителям за то, что они дали те знания, которые действительно приходятся в жизни, отвечали на все вопросы, которые интересовали нас. Спасибо им большое. Я очень рада, что такое яркое событие происходит в моей жизни. Для меня это очень необычно. Я благодарю всех своих учителей, которые шли со мной на протяжении 11 лет. Не только учителей из начальной школы, но и учителей из старшей школы. Они вложили большое количество знаний в меня. Благодарю их за такой труд и опыт, который они мне дали. Большой восторг, радость и праздник. Хотим поблагодарить наших учителей, поздравить наших выпускников. Пожелать им счастливой дороги, успехов, ничего не бояться, идти вперед. С праздником, наши выпускники! Я думаю, это очень торжественный момент. Это один из дней, когда я чувствую себя наиболее счастливой. Я очень рада. Прежде всего, потому что я прошла огромный путь. И я очень счастлива, что на своем пути я повстречала отличных, добрых, очень сострадательных и искренних людей. Я безумно рада, что я перешла в новую школу. И мне попался такой учитель, который меня направлял, который помогал мне справиться с проблемами. Также хочу поблагодарить Оксану Евгеньевну Курилову. Тоже очень много времени мы проводили вместе. Она помогла мне окунуться в Китай, в китайский язык. И всем остальным учителям я тоже хочу сказать огромное спасибо. Каждый из вас сыграл какую-то роль в становлении меня как школьницы, а затем выпускницы. И я очень рада, что я встретила таких учителей. Я чувствую легкую тоску, капельку облегчения и уже соскучиваюсь по своим одноклассникам. Волнительно, хотелось плакать. Не верилось, что вот сейчас все это со мной происходит, что все, 11 лет уже прошли. Грустно, конечно. Хочется сказать большое спасибо Кандыбе Ирине Евгеньевне, моей классной руководительнице, с которой я была вместе с самого пятого класса. Наверное, это наилучший учитель, который мог бы у меня быть. Ирина Евгеньевна помогла мне в становлении личности, в выборе профессии и всегда оставалась у меня лучшим другом. А также хочется сказать большое спасибо Алмагу Лисе на ливне, за ее крепкую закалку. Теперь мне вообще ничего не страшно. И за привитую любовь к техническому предмету, который мне не нравится вообще. Дорогие ребята, вот и подошло к концу. 11 лет интересной, насыщенной жизни. 11 лет, когда вы познавали этот мир. Дальше больше. Каждый день будет приносить вам что-то новое, интересное. Я желаю вам никогда не забывать школу, всегда оставаться вместе, одной сильной, дружной командой. И тогда вам будет все по плечу. Успехов вам! Радостно, что наконец-то начинается студенческая жизнь. И огоречь из-за того, что придется прощаться с коллективом, с классными руководителями, с учителями. Спасибо огромное. Я хотел выделить нескольких учителей, классных руководителей Ирину Евгеньевну. Марину Леонидовну и Алмагуле Синалиевну. Марине Леонидовне спасибо за начальные классы, за начальные годы. Именно в меня она вложила все последующие ключевую базу и знания. Ирине Евгеньевне спасибо за русский. Спасибо тоже за среднее общее образование. Амагуле Синалиевна спасибо за математику, за эти два проведенных года с ней. Все закончилось, новый этап жизни, дальше больше. Всем хочу сказать спасибо. Все внесли вклад в меня, в мои знания. Всем спасибо. Ну, кто как, но на самом деле мы очень счастливы. Все-таки это были самые лучшие 11 лет в нашей жизни. И мы очень рады и даже немножко печально уходить и прощаться со всеми. Как раз сегодня со всеми старыми знакомыми встретились. Все вспомнили. В целом, очень хорошие воспоминания о школе остались в любом случае. Даже вообще не хочется уходить. И на самом деле, да, честно сегодня мы будем плакать. Я хочу выразить огромную благодарность всем нашим учителям, а особенно нашей классной руководительнице Ирине Евгеньевне. Мы вас очень любим и всегда будем о вас вспомнить. И очень сильно скучать. А я хочу сказать огромное спасибо всем учителям. В начальной школе, в средней школе, в старшей школе. Я всех люблю очень сильно. Я всех помню. И если бы была моя воля, я бы сейчас ко всем подошла. Но многих тут нет. И на самом деле это очень вкусно. Я хочу сказать всем спасибо, что вы были со мной и учили меня. И я выросла такой. Всем спасибо. Семья Фроловичеву от всей души поздравляет всех выпускников школы 15-17 с выпуском 24-го года. Также хотели бы благодарить всех учителей за то, что отучили нашего ребенка, дали дорогу в жизнь, ну и пожелать всем-всем-всем всего самого доброго. Поскольку я мама тоже выпускника, пускница вернее, чувствую небольшое такое сначала облегчение, да? Ну, и в то же время гордость за наших учеников, которые сдали хорошо экзамены, уже я знаю. Особенно за своих геологов, девчонок, которые очень хорошо сдали экзамен, даже по сравнению с медклассом. Ну, трепетные такие ощущения. Приятно, что один из лет все-таки позади. Отдельная благодарность у меня учитель по биологии. Правда, я осталась, в принципе, только из-за нее в этой школе. Если бы мне она, я бы не дала так хорошую биологию. Также огромная благодарность, в принципе, классному руководителю. И всем педагогам, которые были, потому что все они очень хорошие. Прям такие очень трепетно ко всему относились. Я их тоже очень сильно люблю. Все впереди. Самые хорошие, прекрасные студенческие годы. Сейчас у нас дети такие расслабленные, что, скорее всего, родители больше волновались. Да, да. У нас, конечно, счастье, радость со слезами на глазах. Одним словом, низкий поклон. Это действительно труд очень тяжкий. Нужно всех прочувствовать детей, чтобы быть вот прям вот педагогом. Нам повезло. У нас все такие педагоги. Низкий поклон. Спасибо большое за воспитание. Не просто за то, что давали знания, а за, правда, за воспитание. Хороших детей вырастили, воспитали. Очень дружный класс. Есть чем сравнивать. Спасибо большое. От себя добавлю, что если все учителя в России такие, как наши были учителя, то нам в России, вернее нашей стране, несказанно повезло. Великие люди, к сожалению, наверное, недостаточно оцененные, но я думаю, что им это воздастся. По крайней мере, в наших молитвах, в наших мыслях. Мы им очень благодарны за наших детей. И низкий вам поклон. Будьте здоровы, будьте счастливы. Чтобы в ваших семьях было все хорошо. Передаваемые эмоции, счастливы просто. Я желаю нашим учителям, хороших учеников в будущем. Если они также будут обучать. Спасибо из жизни. Терпение, терпение еще. Побольше нервов. Спасибо им за такой благородный труд. Я желаю нашим выпускникам, прежде всего, прекрасного здоровья, а также найти свой жизненный путь, поступить в те вузы, в которые они мечтали. И найти себя, найти для себя интересную специальность и работу. И всегда быть радостными, веселыми людьми и добиваться своих целей. Спасибо.